доброго времени суток уважаемые танкисты в этом видео хочу поговорить с вами про такое вот очень интересное любопытное чувство которое мы с вами называем режим угнетения частенько у некоторых людей играя в игру в rot of tanks может она возникать и лишь немногие могут догадываться почему так происходит на самом деле большинство просто винит разработчиков мол это просто им так надо чтобы мы играли вот так вот плохо и мучились пострадывали в общем но я поскольку играю в эту игру очень много и внимательно за всем смотрю слежу имея по этому поводу кое-какие свои размышления которыми поделюсь с вами во первых что такое режим угнетения это когда мы не можем в данную минуту что-то реализовать в игре по каким-то причинам иногда карты не впадают те которые нам нужны чтобы допустим мы на них могли попробовать скорее всего выполнить свое лбз или наш танчик который якобы бронированный в одном бою очень хорошо танкует в другом бою вообще ничего не танкует в одном бою у нас летит снаряд и все наносят в другом бою мы не можем нанести урон впритык эти злосчастные турбо бои и игроки которые играют в нашей команде тоже во всем виноваты из-за них у нас тоже режим угнетения в общем и целом все аспекты игры направлены на то чтобы мы не поиграли а ведь у нас есть вот сейчас целый один вечер мы должны в него поиграть хорошо но какая-то злосчастная сила не дает нам насладиться игрой давайте по пунктам разберем каждую составляющую рандома сейчас почему она плохая кто виноват как этого избежать и так про что нужно поговорить про стрельбу почему она какая-то не такая про бронированные танки почему они так себя ведут про балансировщик который иногда нас всегда кидают вниз списка и он проклятый виноват во всем мы не можем нормально поиграть ну и конечно же про игроков игроки все подбираются нам в команду только для того чтобы мы проиграли вот про эти вещи мы поговорим и я подскажу вам как этого избегать ведь многие из вас заметили что у некоторых игроков за одинаковый результат почему-то статистика лучше а вот именно у вас хуже давайте объясню почему начнем со стрельбы в чем действительно проблема стрельбы и почему она такая и так что такое стрельба в игре в ротал танкс на сервере есть уже заготовленные массивы из циферок они уже заготовлены для всех танкистов и в тот момент когда вы нажимаете выстрел сервер посылает вам ваш набор циферок который вылетит это очень упрощенно грубо говоря но так или иначе для того чтобы сервер не умер и смог осилить все расчеты для всех играющих одновременно у него все цифры заготовлены заранее вы их просто в рандомном порядке выдергиваете оттуда и все это конечно же своего рода тоже рандомный результат ведь вы не знаете кому и в какой момент какой набор циферок выпадет но так или иначе поскольку эти цифры уже заготовлены то очень внимательные люди могли со временем заметить что многие цифры часто повторяются а это уже уменьшение вариативности и со временем играем много боев на одном танке стрельба становится скучной и не такой интересной если бы стрельба была бы полностью рандомной тогда бы вариативности было бы больше и неожиданных и случаев тоже но в таком случае бы сервер бы физически сдох он бы не смог обработать столько информации получается что проблема стрельбы только в одном в том что она скудно на вариативность и надоедает довольно таки быстро несмотря на свою рандомность также еще очень сильно заметно нарушение логики попадания в середину прицела нету никакой связи между свелся не свелся снаряд летит куда угодно потому что ты просто готовое значение выдернул и все смысл лишь в одном в том что кружочек будет меньше шансов попасть больше но все равно это просто увеличение шансов попасть злополучная проблема с падением снаряда в землю существует у тех кто играет на плохом интернете с клиентским прицелом и не видит что его прицел целится в землю попросту стреляет сам в землю но не понимает этого также если включить дисселяцию ландшафта проблема только ухудшится поэтому лучше играть без нее следующая злополучная проблема это бронированные танки проблем здесь две первая проблема заключается в том кто вас стреляет какие танки из каких орудий разница в пробитии у вражеских стволов может различаться сотнями миллиметров грубо говоря если вас стреляет стоковый танк на бэбэшках он практически не имеет шансов вас пробить если вы на хорошо бронированном танчики а вот если стреляет в вас птшка даже бэбэшками чаще всего пробитие у них огромное а если она зарядит еще и голду да и в принципе многие кто будут заряжать против вас голду сразу повышает свое пробитие в разы поэтому ваш бронированный танчик сразу становится менее бронированный на глазах это первая причина нужно смотреть кто у вас стреляет стоковым орудием топовым голдой или нет и вы заранее должны видеть с этапы танчиков кто из них вас может пробивать и заранее не подставляться под орудия которые с легкостью вас пробивают куда попало вы должны знать сколько в вашем танке брони и под каким углом чтобы знать можно подставляться или нет ну и вторая причина она сразу две проблемы делает и в стрельбе и в танковании у танков которые перевели в hd а их все перевели в hd и новые которые добавляют у них тоже якобы hd а раньше они были sd так вот танки hd у них очень сильно пляшет толщина брони даже если вы целитесь в какой-нибудь лючок это не значит что он весь уязвимая зона там только одна часть лючка может быть с маленькой толщиной а другая вообще не пробьется ни с чего то же самое нлд в нижней части допустим больше брони или меньше и наоборот и у многих танков броня везде очень сильно различается и бывает даже на пару миллиметров прицелишься не туда и уже там не зона которая пробивается а очень бронированная плюс еще снаряд он же тоже рандомно летит и весь танк состоит из огромного количества перепадов толщины брони причем бывает что на 1 миллиметр влево вправо и разница в толщине на 100 200 на 300 миллиметров больше меньше зайдите в коллижен модель китанчиков поводите по нему мышкой и вы увидите что там очень сильно все пляшет во первых когда вы стреляете по танку уже нет никакой уверенности что сюда он сто процентов пробьется поскольку буквально чуть-чуть в сторону и уже нифига не пробивается стрельба стала менее прогнозируемой и понятной то же самое стало с танкованием мало того что пробитие врагов очень сильно различается так еще и твоя броня ты вроде бы ее правильно подставляешь но она настолько сильно гуляет что не факт что ты танканешь и сверху мы еще накладываем вбр sd модель китанчиков где броня была более упрощена и имела ровные толщины была более логическая и понятная как и в танковании так и в стрельбе по этой самой броне из этого следует что в плане стрельбы не нужно обращать внимание прям на каждый выстрел а стрелять нужно как можно больше и чтобы результат был лучше желательно стрелять больше голдой в этом и есть вся натура картошки чтобы увеличить вероятность пробивания нужно стрелять просто снарядом у которого больше пробития а чтобы лучше танковать нужно как можно лучше свой танк прятать чем лучше ваш танк находится в укрытии, тем меньше шансов, что вас пробьют, потому что меньше шансов, что в вас попадут. Поэтому в этой игре самое главное не стрельба, а правильное позиционирование своего танка в укрытиях, в рельефе. Плюс в зависимости от того, что происходит в бою, нужно правильную тактику и позицию подбирать. Следующая проблема это балансировщик, который напрямую может вызвать у нас мысли про то, что мы попали в режим угнетения. Во-первых, он может очень часто кидать нас вниз списка. Во-вторых, он может очень часто кидать нас на одну и ту же карту на плохой респ. Итак, давайте разбираться, почему он кидает нас всегда вниз списка, допустим на протяжении всего вечера. Потому что он абсолютно не имеет никакой защиты от изменения количества игроков на различных уровнях, классах техники или определенных танков. Допустим, если в очереди стоит очень много какого-то определенного уровня, то балансировщик с легкостью может начать какие-то уровни прям сегодня вечером закидывать всегда вниз списка, а другой уровень постоянно в топ список. Просто потому, что каких-то уровней очень много в очереди, а каких-то очень мало. Вот вам банальный пример. Играл я на гусе 4 дня, первые 2 дня я всегда играл в топе, вторые 2 дня я играл всегда в жопе. Из этого следует, что когда тебя кидает вниз списка, значит нужно перейти на другой уровень, либо сменить класс техники. Перешел я с гуся на 9 уровень и меня просто постоянно кидало вверх списка. Потому что льготные танки кидало вниз списка. Из-за того, что балансировщику абсолютно плевать, кого, где и сколько. Он просто берет как попало и закидывает в бой. Потому что ему надо лишь бы как-нибудь побыстрее. Потому что его так настроили разработчики. Поэтому если вы хотите прямо сейчас поиграть на определенном танке, на определенном уровне или на определенном классе техники, не факт, что игра вам позволит это сделать. И вы насладитесь в полной мере своим танком. Вы сможете насладиться только на том танке и на том уровне, который будет кидать хорошо. А для этого нужно иметь разные уровни в ангаре. Допустим 7, 8, 9, 10. И время от времени подбирать тот уровень и тот класс техники, который сейчас благополучно чувствует себя в рандоме. Ну и следующая проблема, которая очень хорошо так разогревает нашу жопу, это повторение карт. В какой-то вечер или в какой-то день или даже неделю у нас могут крутиться одни и те же карты. Причем эти карты могут как быть хорошими для нашего танка или класса техники, так и плохими. Также может повторяться респ, с которого мы играем. Если этот респ имеет плохие проценты на победу, то очевидно, что мы будем постоянно проигрывать. Лучше эту карту добавить черный список на этот вечер, день или неделю, смотря сколько оно у вас будет повторяться. Также бывает, что повторяются коридорные карты, а мы хотели бы допустим поиграть на ЛТ или СТ. Но мы вряд ли это сможем, потому что лучше в этот момент играть на тяже. Вот и вся логика картошки. Что ты не сможешь играть на том танке, на каком хочешь, из-за того, что все сделано вот так вот. Также в игре еще помимо того, что нету баланса карт, еще нету баланса танков. Из этого следует, что лучше играть на хороших танчиках, а не на плохих. Если посмотреть интервью разработчиков, то очевидно, что баланса карт нету, и если бы он был бы хуже, то это было бы нормально. Баланса танков не было, нет и не будет. Поэтому, если у вас что-то идет в игре не так, задумайтесь, какие карты были, под какой класс техники они подходят, кидают ли вас постоянно вниз списка. Поменяйте уровень класс техники. Играйте больше на средних танках и на тяжелых танках. Если седьмой уровень кидают вниз списка, играйте на девятом. Если льготные танки кидают вниз списка, играйте на девятом уровне. Играйте на восьмерках, это сейчас самый популярный уровень в игре, на нем приятнее всего играть. Стреляйте больше голдой, сейчас фармить серебро легче в различных режимах и премтанк тоже можно получить бесплатно. Да, очевидно, что все пути в картохе ведут, хочешь что-то получить быстро, задонать. Но так или иначе, в игре такие условия, что нельзя сидеть на одном месте. Игра тебя специально гоняет по разным уровням, классам техники, чтобы ты ходил, все везде изучал, прокачивал, играл только на имбе, поэтому время от времени имбы в игре меняются. Хочешь играть хорошо, бегай за имбой, как ошалевший, чтобы поиграть хорошо. Это те проблемы в игре, с которыми мы можем бороться и можем их понять. Но есть одна проблема, с которой мы никак и ничего не сможем сделать. Качество геймплея в игре падает и уже скатилось дальше некуда. Все это по одной простой причине. Для кого эта игра строилась, те в нее и играют. Упрощенная, оказуаленная, с упрощенными картами, коридорными, чтобы танкисты не потерялись никуда, с одной дорожки. С усиленной маскировкой всяких там кустов и деревьев, обмазали все карты здоровенными кущарями, для того, чтобы танкист мог встать в любом месте и исчезнуть. Имбовые позиции понатыкали везде, для того, чтобы куда танкист не стал, он был в имбовой позиции и сделал хотя бы пару уронов перед тем, как сдохнет, даже если он абсолютно донный. А казуаливание произошло мощнейшее в игре World of Tanks. В итоге эта игра получилась без каких-либо вообще природных фильтров от тех людей, которые не хотят играть нормально, адекватно и вообще не хотят никак играть. Просто заходят в игру и занимаются черти чем. Во-первых, эта игра бесплатная, во-вторых, оптимизированная, в-третьих, очень простая, упрощенная, дальше некуда. Поэтому такой контингент в игре и присутствует. На вскидку, примерно больше половины игроков каждый бой вообще не играют. И в принципе игра сделана для каких-то очень интересных людей, которые заходят явно не поиграть. Большая часть людей просто присутствует в бою, но ни черта не делают. И в этих оказуаленных коридорных дисбалансных картах бои происходят очень быстро. В общем, выводы простые. Если вас кидают не списка, поменяйте уровень. Если ваши карты повторяются, либо поменяйте карты в черном списке, либо сделайте перерыв. Очевидно, что вечером, в выходной день или в праздник, количество людей, которые просто заходят в игру не играть, а присутствовать в ней увеличивается. Желательно в это время не играть. Ну а с тем, что в игре становится все больше и больше людей, которые не хотят играть адекватно, с этим мы ничего поделать не можем. С вами был Варчик Играть Красиво. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok